привет вы на канале яхты на колесах меня зовут антон вы много раз в комментариях просили нас сравнить адрия и санливинг разобраться в чем разница вроде один бренд или разные как между ними выбирать давайте сегодня вместе разбираться сегодня у нас санливинг а 70 dk и адрия коралл xl 670 dk оба автодома 7 местные оба алькован и оба сделаны в словении на одном и том же конвейере так в чем между ними разница санливинг это отдельный бренд компании адрия но со своей идеологией ее суть заключается в простоте и экономичности чаще всего санливинг выбирают молодые семьи или начинающие караванеры идем вместе разбираться в нюансах планировка в обоих автодомах у нас идентичная но когда я захожу в санливинг первое что бросается в глаза здесь светлее и просторнее во первых здесь действительно немножко просторнее за счет того что туалет компактнее и коридор таким образом больше но туалет компактнее и в отделке в дизайне в целом много светлых тонов сочетание вот этих лаконичных черных и белых панелей этот дизайн у меня ассоциируется с чем-то таким и киевским и и Субтитры создавал DimaTorzok В коралле же используются более классические дизайнерские решения. И благодаря, например, темным тонам он ощущается более камерным, уютным и премиальным. По сути, санливинг – это тот же коралл, но только в отделке использованы более простые и дешевые материалы. Чем это хорошо? Если вы путешествуете с собакой или с детьми, то есть достаточно большая вероятность, что в интерьере что-то повредится. И когда это санливинг, это можно легко и достаточно дешево отремонтировать, восстановить и не чувствовать, что это ударило по вашему кошельку. Альков у Адрия Коралл монолитный, в отличие от санливинга. То есть у нас получается такой цельный аэродинамичный кунг спереди. Также у нас есть дополнительные воздуховоды от печки. Кроме боковых, еще два по центру. Печка у нас, кстати, в обоих случаях одинаковая. Трума, воздушное отопление работает от газа. Но пульт управления печкой разный. Например, здесь у нас цифровой пульт с возможностью подключения системы iNet Ready. Это коралл. А в санливинге аналоговый пульт. Также, например, в коралле мы найдем вытяжку, как одну из опций. Также в Адрия Коралл, например, есть шторки, которые обеспечивают лучшее зонирование. Как в задней части, так и в Алькове. В санливинге же вы найдете только ограничительную сетку. А шторок в заводской комплектации нет. Но, естественно, вы можете установить их сами. В санливинге кабина закрывается на вот такую блэкаут шторку на кнопках. В коралле же аналогичная шторка закрывает только боковые окна. А лобовое окно закрывается на вот такую гофрированную штору. Двери замок у Адрия Коралл более сложный и дорогой. С повышенной безопасностью. В санливинге же все гораздо проще. Но именно поэтому дешевле и ремонтопригоднее. Шасси в нашем случае абсолютно идентичны. Это Fiat Ducato, двигатель 2.3, 160 лошадиных сил, 9-ступенчатый автомат. Но комплектация шасси может быть как и в одном, так и в другом случае собрана по вашему заказу. Конечно, такое сравнение весьма относительно. Например, если мы возьмем санливинг, с70DF и Адрия Матрикс, то мы найдем другие нюансы. Но общая суть будет все та же. Санливинг – это экспериментальный проект как для самой Адрии, так и для вас. Здесь гораздо больше поля для различных экспериментов, изменений и модификаций, потому что все дешевое и простое. А модели от Адрия чаще выбирают уже опытные караванеры, которые определились в своих взглядах и четко понимают, что они хотят. И могут сохранить это в первозданном виде. На канале «Яхты на колесах» вы найдете подробные обзоры на эти и другие модели. А на проспекте «Мира-150» на площадке гостиницы «Космос» вы сможете их посмотреть, потрогать и задать свои вопросы консультантам. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok